уважаемые друзья подписчики моего канала сегодня у нас такое небольшое видео как бы продолжение видео у меня было видео как разжечь примус сейчас мы на природе сегодня у нас тримус шмель 4 горит он прекрасно вот мы его выключили это конусный механизм здесь 85 года выпуска ну как видите от того что ему много лет он ничем не хуже стал работать а наоборот 85 год 84 год даже 86 год это те примуса шмель 4 у которых конусный механизм запирания он очень хороший и можно сказать работает на любом даже самом ужасном бензине вот так сейчас наше видео будет о том что как потушить примус вот мы к его потушили вот как вы видели потушили мы будем ждать чтобы он остыл друзья ни в коем случае нельзя открывать насос вообще при желательно не прикасаться большинству из этих деталей потому что можно обжечься и нельзя его в таком горячем виде классе котелок потому что в этом котелке будут лежать и ключи и там целопановый пакет и вот я очень часто встречал когда вот эта воронка она плавилась от того потому что горячего горячий примус без без остывания кладут в котелок нельзя так делать нужно хотя бы подождать минимум десять минут десять минут это самое оптимальное время можно но если холодная погода принципе может он может остыть и за пять минут и за и за семь минут но в любом случае горячим его ни в коем случае нельзя ставить вот мы сейчас вот заварили чайник будем пить чай у нас вот как говорится отступление от темы уже такой хороший ножик нашего хорошего друга которого я очень уважаю который снимает это видео большое ему спасибо вот так будем ждать остывание этого примуса но вот друзья примус наш как говорится остыл прошло уже минут десять он еще пока теплый но в нем бензин мы сейчас что сделаем мы открываем выпускаем давление в нем еще есть бензин что мы делаем как видите он сейчас бензин и чтобы всего этого не было и чтобы резинки были они сохранялись мы что делаем и остатки бензина удаляем при желании что можем сделать в дальнейшем мы можем открыть если уже долгое время мы использовали то желательно манжеты промаслить потом нужно также промаслить открыть клапан взрывной клапан и проверить состояние резинки состояние резинки если резинка уже сбухла то ее необходимо заменить а если нормальном состоянии то промаслить и обратно закрыть что мы делаем дальше у нас остался бензин чтобы здесь бензин не вытекал потом при транспортировке и не вонял и не портил как говорится обоняние мы обязательно сольем бензин обязательно больше всего людей именно им не нравится именно вот запах бензина ну и принципе еда едой запах бензина он желательно чтобы он отсутствовал ну представляете после транс во время транспортировки в автомобиле бензин разливается портит лакокрасочное покрытие примуса и портит как говорится обоняние вот так мы слили бензин мы слили бензин что делаем с этим насосом он уже высох полностью мы его просто вот так надеваем на него вот так все кладем 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 вот так и закрываем примус ну как видите примус готов к следующему походу спасибо друзья за ваше внимание за участие до новых встреч будьте здоровы на